Втором музыкантам могут номинироваться на включение в зал славы рок-н-ролл через 25 лет после выпуска своей первой записи. Вот, наконец, в Бон Джоуи дождался своего часа. Его вместе с группой Декарс включили в зал славы. Легендарный соло-певица Нина Симон посмертно попала в этот список, а вот Рэйдио Хэт, которые осенью получили номинацию, так никуда и не прошли. Доржественная церемония, которая станет уже 33-й по счету, пройдет 14 апреля в городе Клибленд. Лидер группы Coldplay и бывший муж Гвинет Пелтро Крис Мартин в зал славы пока что не попал, но зато в личной жизни у него радостные перемены. Музыкант встречается с Дакотой Джонсон, звездой фильма «50 оттенков серого». Слухи об их романе появились месяц назад. Пара отправилась в совместное путешествие по Израилю. Позже их неоднократно видели вместе. И Крис, и Дакота пока хранят молчание и никак не комментируют свой роман. В Лондоне прошла европейская премьера новых «Звездных войн». Главными гостями показа стали принцы Уильям и Гарри. В «Последних джедаях» они получили эпизодическую роль, да и то такую, что узнать братьев на экране будет невозможно. Наследников английского престола одели в костюмы штурмовиков. Бондонский показ «Звездных войн» прошел в поддержку фонда принцев Royal Foundation. Около 400 сотрудников фонда получили приглашение одними из первых оценить новую картину. На премьере Уильям и Гарри появились без своих возлюбленных, но составить компанию принцем на красной дорожке поспешил их любимый герой «Звездных войн» BB-8. Британская королевская семья всегда с большим энтузиазмом общалась с представителями американского кинематографа. Вот и на этот раз «Визит принца» стал едва ли не важнее показа самого фильма. Дело «Время, потехи, час». В Букингемском дворце принц Уильям вручил Джоан Роулинг автору книг о Гарри Поттере «Орден кавалеров почета». Этой очень редкой наградой ее обладателям одновременно могут лишь 65 человек. Вручают ее за особые достижения в самых разных областях. Несмотря на то, что последняя часть «Гарри Поттер» вышла давно, Роулинг про мир волшебников не забывает и принимает активное участие в съемках второй части фильма «Фантастические твари», пример которой нам еще ждать целый.